Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В эфире радио «Болтком», программа «Без антракта». Я ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. И у нас по скайпу на связи актер, которого я очень люблю, Каспар Зиноватинич. Доброе утро, Каспар. Доброе утро. Все работает. Я теперь тебя тоже слышу. Будем надеяться, что не будет прерываться интернет, хотя в последнее время это всегда происходит, потому что все дети учатся, а у тебя, я знаю, их много. И они, наверное, тоже онлайн сейчас занимаются. Да, учатся, да. Как ты справляешь? Трое учатся сейчас. Как вы справляетесь вот так вот, успевая репетировать по интернету? Параллельно дети тут же рядом с тобой занимаются уроками. Как вообще актеру приходится в такой ситуации заниматься творчеством? Я всех спрашиваю, потому что мне самой это очень интересно. Как вы сочетаете такую жизнь? Это уже месяц продолжается. Ну, интересное время. Но какие-то дела отпадают, и тогда можем и все сделать. Жена тоже очень работает с детьми. Помогает тебе заниматься творчеством. Да, я могу, вот. А ты же еще записываешь... Быть еще художником, да. Долгие годы у тебя большой послужной список в театре. А сейчас вы, несколько актеров, записываете литературные произведения, которые потом транслируются для слушателей, зрителей. И у тебя есть необычное, я видела чудесное, когда ты едешь в машине, проезжаешь Ригу и читаешь каким-то совершенно успокаивающим таким голосом что-то прекрасное совершенно. Ты экспериментируешь? Нет, ну вот, нет и да. То, что ты видела, это был отрывок от спектакля про Зила Акална Марта. Это телительница, которая жила в советское время у Валмери. И сделали спектакль во время прошлого кризиса. Ауэльс приехал из Германии и как-то почувствовал, что здесь такой глубокий тоже эмоциональный кризис. В 2008 году, насколько я помню. И он увидел в книжном магазине книжку про нашу вот целительницу. Так правильно по-русски? Да, да, да. Вот, и вот надо сделать спектакль про неё. Были несколько актёров, которые не были задействованы в репетициях в то время. Он всех нас позвал, и мы за месяц сделали спектакль. Ну вот, такие вот свидетели её из этой книжки. Ага. Ну вы вообще любите делать такие вещи, как я понимаю, вместе с Салвисом. Я хотела с тобой об этом поговорить. Салвис, наш мотор, он всё у нас как бы держит на дрожжах, да? Да. Он свечи зажигания, я бы сказала, а мотор, вы, вся трупа, он свечи зажигания. Он вас зажигает, и вы дальше едете прекрасным образом, совершенно необычным. Я помню, что для меня было первым таким удивлением, я бы сказала, ну когда вы приезжали там с разными спектаклями, конечно, первая моя любовь, которую я видела, это ваш ревизор, который недавно можно было посмотреть онлайн, и я с большим удовольствием это сделала, чтобы напомнить себе. О том впечатлении, когда я с вашей труппой познакомилась в Москве на фестивале НЭД. А потом, как раз примерно в тот же период, наверное, я помню, что я была в Риге летом, и Алвис со мной согласился встретиться, поговорить, и рассказал мне тогда только свою идею о том, что он запускает этот проект «Латышские истории». И мне показалось тогда, что это очень-очень интересно, что вы действительно собрали всем театром большой портрет всей страны, я бы сказала, потому что там были разные возрасты, разные люди, и сюжеты разные. Вот я помню, что это был такой период, когда он после долгой жизни решил попробовать. Мешает солнце в глаза, да? Нет, я как актёр смотрю на кадр, и вот... Ну мы про театр рассказываем, а не про кино. Но всё равно ты ловишь свет, да, я помню. У нас... Извини, я немножко отвлекусь. У нас в Амхате был с художником по свету, очень известным, когда я работала много лет назад. Я ему говорила, надо тебе открывать актёрские курсы для тех, кто не в луче. Да-да, вот, я был слишком белый пятно на моих. И я хочу из этой истории, из этого моего рассказа про спектакль «Латышские истории» сейчас немножко выйти на тот спектакль, который я посмотрела в прошлом году, премьера прошлой весны, это заседание комиссии по расследованию истории. Там же было в вашей работе актёрской такой investigation, когда вы исследовали, да, и историю, и архивы, и делали тоже документальные записи от встреч с людьми. Это заняло какое-то большое время, именно подготовительная работа с этим спектаклем. Расскажи, пожалуйста, потому что мне очень интересно про этот спектакль, и потом я тебя спрошу про антиутопию, которая там на тебя выпала. Она мне тоже очень интересна. Ну да, это собирание кусков, если так можно говорить. И когда мы делаем этюды, это просто как бы ситуации, которые мы придумываем из каких-то... Ну вот, например, вот как рождается этюд, где Андрис Кейш говорит с кофеваркой, да. Это такая карикатура получается из ситуации, когда мне вот наша... Наш гриммейстер с армии, парикмахер наш, она говорила, что вот когда ей рассказывали про пакт Молотова-Риббентропа, её мастер положил подушку на телефон. Ну тот ещё телефон, не нынешний, а тот, который с проводом, да. И этот факт, что люди кладут подушку на телефон, это вот потом уже театрально это... Ты понимаешь, ты идёшь как бы дальше в мыслю, а если ты не хочешь, чтобы он слышал, тогда ты можешь эту подушку забрать и говорить, что бы они хотели бы слышать. И тогда получалась вот такая этюд, даже что вот такая вот... Как граг судзе. Что ты идёшь к этому электрическому прибору и что-то ему говоришь, что он хочет слышать. Да, воспринимая любой электрический прибор как транслятор информации для КГБ. Да, да, что... Да, где ты... Вас... Где ты своё покаяние, да, говоришь. Да, я виноват, я там напился. Как в церкви ты подходишь к месту исповедания, да, то тут люди использовали... Это один способ, да, когда делаем какие-то театральные этюды. Ну, конечно, и разговоры с людьми, которые нам доверили свои рассказы, и с людьми, которые работали в органах, и с людьми, которые пострадали от органов, и вот такое собирание рассказов. И из некоторых рассказов мы делаем какие-то этюды, а некоторые рассказы попали вот так целиком в спектакле, как монологии. А некоторые рассказы с фабрика... Вы как бы упаковали из разных историй в один какой-то новый сюжет. Некоторые рассказы придуманы, некоторые рассказы... Открытые фейки, как рассказ про Западную Ригу и Восточную Ригу. Вот, вот я про это хотела с тобой поговорить. Почему вы вдруг решили такую историю туда ввести? Это такая параллельная история, возможная, некая. Я расскажу просто слушателям, потому что я не знаю, кто смотрел этот спектакль. Заседание комиссии по расследованию истории – это большая работа Нового Рижского театра по изучению истории архивов КГБ и людей, которые с этим были связаны, и специалистов, как сказать, габистов, и тех, кто, как сказал Каспар, тех, кто пострадал, и жертв, и палачей, и всего. И насквозь этого спектакля, вот на эти документальные истории, эти документальные истории, они нанизаны на абсолютный фейк, как ты правильно сказал, но он очень увлекательный и очень завораживающий. Это история о том, как Рига почему-то стала, в общем, как западный Берлин. То есть абсолютная калька развития западного Берлина послевоенного была взята и переложена на Ригу. О том, как, как сказать, морские войска стран-коалиции зашли в Даугово и выделили часть Риги под такой западный образец, да? И стена, и все, что было в Берлине, вы каким-то образом переложили на Ригу и придумали там очень много смешных историй, в том числе, как Виа Артмане была звездой Голливуда. Скажи, пожалуйста, что вдруг вы решили вот это в противовес таким трагическим документальным историям сделать? Именно для того, чтобы уравновесить этот тяжелый рассказ о том, что было на самом деле. Ну, потому что понятно, что тяжело. Это очень тяжелая тематика. И понятно, что мы не хотели говорить серьезно, про серьезные вещи. Про серьезные вещи серьезно надо говорить в радио, в телевидении, но надо вот это, ну, взгляд со стороны. И взгляд со стороны очень часто можно делать, отберешь помощника иронию или смех. Да. Люди открываются, когда ты говоришь про серьезные вещи. Мне кажется, информация тогда приходит к людям лучше. Они устают и закрываются, если все время... И еще там парадокс получается этот, где серьезность, грусть и боль напротив смеху, иронии и легкости. розыгрыша вот этого, да, розыгрыша этого. Да. Ну, там, как фейк такой розыгрыш вы сделали. Да, и потому что мы были в одной лодке и наши родители там были, мы как бы берем на себе эту ответственность, что ли, что мы говорим про это вот так, через смех. Да. Ну, мне показалось, что это прям какой-то был блестящий выход там, периодически твой с этой лекции про Западную Ригу, про ту стену, которую потом разрушили. И такое сочетание, такое сочетание кадров очень интересное. И потом я посмотрела еще спектакль «Квадрифронс» «Фейк Ньюз», где тоже вот эти подложки, когда ты можешь... Ну, то есть, это для меня было очень интересное сочетание. И я должна сказать... Извини, но некоторые люди точно спрашивали после спектакля. А где была эта стена? А когда она была? А когда ее снесли? Ну, почти что поверили. Ну, ладно, не в 80-х, но, в 50-х там была такая ситуация. Только не знали? Ну, ничего себе. Было, было. Некоторые спрашивали. Люди доверчивые. Для людей театр это, собственно, и актеры, которые со сцены говорят. Это надо вот всему доверять. Все, что вы делаете. Скажи, пожалуйста, второй спектакль, который вы выпустили в прошлом тоже году, но уже осенью, и где тоже было очень много работы, я так понимаю, с документальным материалом, но, наверное, уже в другом формате в некотором, потому что, насколько я понимаю, там текст создан больше Алвисом Херманисом, и не так много документальной работы, которую делали сами актеры, это «Белый вертолет». Какая степень там твоего участия в создании текста как актера? Это гораздо меньше, гораздо меньше, чтобы сказать, что там автор Алвис, и это его пьеса, он там вот этот метод использовал, он разные материалы копил, копил, и читал, и тогда сделал вот эту пьесу, скомпилировал. То есть, он собирает из документальных материалов, речей, статей, высказываний, видеозаписей, он собрал вот этот весь большой текст этого спектакля, да? Да, чтобы было аутентично, я понимаю, что он там старался в усты Бенедикта ставить только тексты, которые он сам создал, сам папа. Ага, ну то есть это такой метод, который сейчас в принципе очень востребован, метод документального театра основан на архивных материалах, письмах, дневниках, чем-то еще, когда герой, которого мы берем на сцене, он действительно говорит только теми словами, которыми он когда-то говорил в жизни, или писал, или какие-то речи его, скажи, пожалуйста, про своего героя, потому что на самом деле там же на сцене в спектакле «Белый вертолет», который посвящен последнему дню и принятию решений папы Бенедикта о том, что он оставляет Ватикан, оставляет трон, папский престол, три героя на сцене, это, собственно, папа в исполнении Михаила Барышникова, твой герой секретарь его и помощник, и некая абстрактная фигура его помощницы, служанки, которые, наверное, как раз собраны из очень разных представлений, но твой же герой, он тоже документальный по сути, да? Нет, но это не образ Георга Геншвейна, он, мы зовем моего героя в пьесе Георг, да, но я не брал его как прототип, просто этот герой, он функция этого, можно сказать, педагога, что ли, или тренера, или вот который его подготавливает, папу, подготавливает той ситуации, которая сейчас начнется, когда он когда он сделает заявление об отречении. То есть смысл этого всего, это такой прогон, как бы сказать, генеральный прогон возможных ситуаций. Да, и, ну, если честно сказать, то я очень сконцентрировался, чтобы говорить на итальянском и на английском на сцене. это для меня было новое передо. Ага, такой челлендж, да, для тебя был, очередной, как бы творческий, ну, то есть достижение некое для тебя было, преодоление. Новый опыт, да. И я в 98-м году играл в русской драме, на русском, да, и немножко кино там было, где надо было в другом языке говорить, но вот сейчас это было на английском, на итальянском это была моя энергия довольно-таки там ушла очень много. Но это на самом деле очень интересная история, на мой взгляд. И для меня, например, как для человека, который был чиновником определенный период моей жизни. Меня тоже тренировали на выход иногда. Вот-вот, вот-вот. Это очень интересный опыт, который, наверное, большинству людей неизвестен, но этим люди занимаются, и я абсолютно уверена, что там крупные политики, не знаю, там, публичные фигуры, они в принципе должны этим заниматься, и поэтому для этого у них этот штат и этот человек, который проверяет точные ответы на вопросы, чтобы не прозвучала интонация лжи, чтобы прозвучала вот эта интонация искренности, доверительности. И в этом и состоит, собственно говоря, этот такой прогон, да, перед белым вертолетом. Ну да, и чтобы он... И очень важно, что вот этот его партнер давал трудные вопросы, неловкие вопросы, и чтобы он загонял его в угол. То есть это, с одной стороны, такое дружеский, ну как бы партнерский тренинг, да, абсолютно официальный. Который выглядит не как партнер, который немножко выглядит, что он в конфликте. Ну да, это именно для того, чтобы поймать правильность интонации, а не только точность ответов. Правильно? Ну да, но это только один аспект нашего спектакля, конечно. Но это же важно было ещё рассказать и историю папы через эти вопросы, да? Да. И его отношения, его какие-то, как сказать, символы веры, которые там есть, которые там звучат. Поэтому тоже нужно было задавать эту историю, выруливать эту историю на таких вопросах, которые вскроют его сущностное отношение к неким большим проблемам мировым. Потому что вы же там говорите про фашизм, про возможности сотрудничества, да? Да. Но я, мой герой, конечно, это сугубо лично принимает, конечно. Для него тоже это личная драма, потому что кончается. И, ну, мы знаем, что этот мой герой, Георг, мой прототип, Георг Кеншвейн, он очень переживал этот шаг. здесь мы сделали, вот мне надо было это сконцентрировать один день, но в настоящей жизни Георг это знал уже где-то полгода, в течение полгода он готовился этому. И все стадии, сначала там отрицание, потом спор с ним, потом смирение, да, это мне надо было сжать в один день, в один вечер спектакля. Ты сейчас назвал эти стадии, а я как раз думаю о том, что я сейчас читала новости и понимала, что мы все эти стадии проходим по отношению к вирусу. Отрицание, споры, примирение, принятие, это очень интересно. Сначала как есть, потом споры, и потом принимать. И теперь уже перешло даже в привычку это все. Принимать. В новые приобретенные какие-то наши качества. Скажи, пожалуйста, я хотела тебя спросить, ты упомянул работу в русском театре в Риге, и работу в кино, и что у тебя опыт был работы на других языках. А что актеру дает опыт работы на другом языке? Ведь это очень непросто. Это же не просто заучивание текста, как оперные певцы делают, музыкальное заучивание текста на другом языке, когда это идет через определенные технологии. А что для драматического артиста работа на другом языке? Это сложно, это трудно. Как это работает? Как ты реагируешь? драматическое дополнительное масло, что ли? И все, ничего не меняется, все, ну, хорошо, если ты можешь как бы на этом языке думать, тогда лучше, но когда ты вообще не понимаешь язык, в случае в прошлом году должен был на итальянском говорить на сцене, который я не понимаю смысл, что я говорю, я понимаю, но говорить на итальянском не могу. И должен был говорить в кино, я должен был говорить на французском. Ой. Я тоже понимаю. Но это эффект маски. Ты одеваешь маску, да, но все равно же внутри это ты, да. И этот текст как вот тоже как. Ну текст вообще, что этот текст, да, мы сейчас работаем с Петерисом Криловсом, Криловс, Петерис, наш учитель, мы делаем Джойса, там, по мотивам Джойса, Джеймса Джойса, делаем спектакль на Зуме, вот, сейчас это новый опыт тоже, да. Делаем спектакль вот в Зум, да, в популярном сейчас в аппликации, да, и вот он говорит, ну, текст же люди так не воспринимают текста как вот эту интенцию, что под текстом, это же всё время ты как бы хочешь узнать, а что он хочет, ладно, он там говорит, он там говорит, а что он хочет. Да, что там внутри у него подложено на самом деле, то есть мы говорим о том, что текст иногда не отражает сущность разговора, да? Иногда скрывает. Иногда даже скрывает. Скажи, пожалуйста, а твой зрительский опыт, ты вот смотришь какие-то сейчас спектакли, которые транслируют онлайн, ну, если у тебя есть время, на других языках, и вообще твой зрительский опыт, вот когда вы ездили очень много в разных странах, французский театр ты смотрел, немецкий наверняка смотрел, английский может быть что-то, что для тебя как для зрителя спектакли на чужом языке, что ты из них выбираешь для себя, что ты видишь, что ты чувствуешь, какое тебе от этого тоже впечатление. Манера игры актера, как бы как он живет на сцене, ну, очень трудно смотреть спектакли на другом языке, и очень трудно смотреть спектакли на экране, я все-таки ну, предпочитаю спектакли на языках, которые я понимаю, и это все-таки самое лучшее, что может быть, живой спектакль, и ну, иногда есть, где, помню, один спектакль смотрел на язык, который я не понимал, и я засыпал там, но в конце проснулся, и так проснулся, что до слез, там, главный актер делал что-то такое на сцене, и говорил монолог, монолог на немецком, но как он это делал, я проснулся, и даже заплакал в конце, но я не могу это объяснить, не могу. Но я тебе хочу сказать, что поскольку, поскольку я много тоже ездила и смотрела, и тоже часто смотрела спектакль, например, на французском языке в Авеньоне, который я совсем не понимаю, там, за исключением трех-четырех слов бытовых, я всегда точно знаю, что если спектакль так выстроен и так сделан, что, как мы с тобой сейчас говорили, текст внутри идет с не меньшей силой и эмоциями и энергией, чем тот, который звучит, всегда все понятно, что происходит между актерами, всегда понятно, ну, как бы, куда все движется, и иногда даже вскрывается гораздо больше, когда ты не слышишь текст, и ты видишь какие-то такие вторые, третьи, четвертые слои взаимоотношений между актерами, это ужасно приятно смотреть. Ну, вот, ты это очень хорошо объяснила. Ну, это потому, что у меня был еще год, когда я погружалась в латышский язык через латышский театр, и тоже это все видела и смотрела. Скажи, пожалуйста, в течение сезона ты успеваешь вообще посмотреть какие-то спектакли, работы коллег из других театров в Латвии? Ну, успеваю, да. Сейчас много времени, с удовольствием бы пошел, да. Но не получается сейчас. Скажи, какую премьеру последнюю ты смотрел? Просто вот куда ты успел за последний сезон вот перед тем, как все? Премьера своего театра, конечно. Да. Потому что я видел, вот, у меня распространение. Конечно, я был, я видел. Ну, я стараюсь видеть спектакли, которые вот хороши, которых я не видел в прошлом сезоне. Ты догоняешь, да, вот то, о чем ты слышал, что рекомендует. Я не иду на премьеру. Что рекомендует. Но я вообще могу тебе сказать, что между премьерами... Я доверяю, я доверяю критике. Скажи, пожалуйста, а вот когда привозят «Золотая маска» с русских спектаклей, ты на что-то успеваешь? Конечно, был, вот, я видел спектакль по мотивам Анны Каренины. Сережа Дмитрия Крымова. Сережа, да. И на другой день видел, вот, советскую пьесу. Слава. Слава. Слава из БДТ, Богомоловский спектакль. Вот. Да. Вот. Прекрасно, но мне кажется, что это очень важно для и для зрителей, для актеров, когда привозятся какие-то другие спектакли и возможность поехать посмотреть что-то в Германии или там в соседней Литве. Вот я, например, периодически езжу в Литву, чтобы посмотреть, что там происходит. Там, Коршуновосовские спектакли. Иногда успеваешь на последний, вот я видела последний спектакль «Некрошус», который он поставил в Литве в Клайпеде. Очень интересный спектакль «Сукины дети». Очень такое исторически большое и такое, знаешь, как он делает очень часто с философским взглядом, с очень глубоким разбором. И все это выстроено на истории вот этой части Литвы, Приморской, вот Клайпеды и все, что такое бывшая немецкая часть такая. Да. Вот. Так что у нас, мы счастливые на самом деле, скорее бы открыли границы, можно было бы поехать опять в Эстонию. Вы же работали в Линтеатре, ездили полтора года назад на гастроли, были большие гастроли вашего театра в Таллине. Да, 10 дней там жили и играли наши спектакли. Эстонцы нас очень-очень хорошо приняли. Почти, что, ну да, те самые люди наши, это очень близкий по менталитету, что ли. И будем ждать, когда все откроется, и можно будет пойти посмотреть тебя на сцене Нового Рижского театра. У тебя много ролей, разные спектакли. Я тоже хочу пойти на другие спектакли, посмотреть, как коллеги работают. Гамлет хочу посмотреть, Вау, Мера. Да, мне тоже очень-очень рекомендовали посмотреть. Это с прошлого сезона, да, спектакль? Да. Не премьера. И я хочу сказать, что ты же играешь в спектакли на русском языке, который поставил Влад Наставшев, «Озеро надежды». О, да. И «Озеро надежды замерзло», который про этого же героя, но совершенно по-другому сделанный спектакль. Ты там играешь эту главную... И Влад поставил эти спектакли тоже в Москве. Мне кажется, на «Золотую маску» даже там номинации есть. Да, я так понимаю, что он трансформировал обе истории в одну и сделал спектакль под названием «Спасти орхидею в Гоголь-центре». Да, да. Вот, так что будем надеяться, что мы скоро увидимся. У тебя скоро репетиция. Опять около экрана. В 11 начинается репетиция. Мы оставляем тебя отдохнуть и подготовиться. Спасибо большое тебе. И будем надеяться, что в новом сезоне мы увидимся. Ты на сцене или где-нибудь мы с тобой в зрительном зале, в другом театре смотреть работу коллег твоих. Спасибо. Спасибо, Каспар. Всего хорошего, здоровья и хорошей вам работы с новым спектаклем. Пусть и в новом опыте с Зумом. Может быть, что-то получится необычное. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok